Продолжаем фрагментарные ситуации, которые помогут вам безошибочно пройти любую трудную живописную территорию, там, где вы, допустим, от незнания опускаете руки и как бы перестаете действовать правильно. И, естественно, картина перестает двигаться к своему совершенству, так скажем. И вот сегодня я держу нить жемчуга, которую мы много раз писали с вами. И я вам сейчас даже покажу несколько работ, там, где мы начинали и, как обычно, чуть-чуть не заканчивали, но все впереди. Потому что наши работы, они живут не только во время исполнения их, они потом ожидают еще чуть-чуть иногда к ним внимания со стороны художника через какое-то время. Вот, допустим, вот работа, которую мы писали в Москве с белыми туфельками и с аксессуарами женского обаяния, так, духи, здесь тетрадочка с рецептами или любовные записочки, так, кружева французские. И, конечно же, нить жемчуга, которая ассоциируется всегда с дворянским обществом. И что женщины высокопоставленного света всегда или браслет немножко жемчужный носили, или длинную нить жемчуга, или многослойный жемчуг вокруг шеи носили. И что этот жемчуг обозначал, ну, невинность женского пола. И, как бы, чтобы к ним относились, к женщинам относились очень внимательно и серьезно, ну, с нежностью. Как море, допустим, относится к этому жемчужному камушку, который он понемножку наслаивает, наслаивает, наслаивает. Вот в этих ракушках они наслаиваются, если это натуральный жемчуг, он светится прямо изнутри. И вот, смотрите, вот эта нить жемчуга сразу обозначает, что наши фигурки женские – это дворянские какие-то дамочки, которые, возможно, в Смольном учились, возможно, они, значит, жены каких-то высокопоставленных особ и блистают на своих балах, вот в этих вот жемчужных ожерельях. И вот, допустим, вот эта работка, которая тоже из-за нехватки количества времени не закончена. Там, где мы начинали рассказывать про Анну Павлову, про ее туфельки, про ее будуар. И вот начали писать мы нить жемчуга. Конечно же, закончим эту работку потом. И вот, смотрите, туфельки продолжаются те же самые мои, американские туфельки нам всегда позируют. Они не ношеные, но они очень приятные по своей форме, своей исторической составляющей. И вот, смотрите, у меня есть картина «Белые туфельки». Она написана в 2013 году. И вот она стоит и ждет, когда Лена Ильичева или Вова подойдет к ней и ее закончит. Потому что она просто накидано, знаете, вот так вот, на сок лезвия. И вот, посмотрите, начало жемчужной нити, так? А давайте мы сейчас продолжим с вами. Типа дадим этой картине, как вам сказать, законченную составляющую. Там, где женщина бросила нитку жемчуга и пошла, допустим, принять цветы, которые ей принесли, допустим, ее почитатели. И кинем вот эту жемчужную нить себе позировать. Я вот здесь вот на натюрмортный столик вот так ее кину. И буду с нее потихонечку стягивать ту информацию, которая нужна нашему натюрморту. И, конечно же, я вам хочу сказать, что сегодня я вам скажу простой и прямой путь к тому, чтобы ваш жемчуг засветился именно жемчужным, вот этим вот изнутри светящимся светом. Давайте попробуем это сделать, потому что вечно у нас не хватает времени на мастер-классах вот такой вот мелочи. Но это мелочь серьезная, это нет мелочей. Написать еще и обозначить ее принадлежность к дворянскому обществу. Потому что крестьянки не носили жемчужные ожерелья, они были очень дорогие. И давайте мы сейчас с вами попробуем с помощью самых простых наших средств. Это две кисточки. Колонковая плоская и колонковая круглая. Восьмерка и тройка. И, конечно же, наши самые простые краски. Мы сейчас с вами сначала подготовим место для этой нити. Почему здесь она тяжело пойдет? Потому что все-таки она должна быть на каком-то чуть-чуть темноватом или цветном фоне. А у нас здесь белая тетрадь и белые кружева. Вот почему эта нить приостановилась и она не идет дальше. Поэтому давайте с вами подготовим место, куда пойдет эта нить. Предпочтительно ляжет на книжку и кружева. Но эту книжку и кружева надо немножко подтянемить. Поэтому...